Во-первых, добро пожаловать всем вам в Институт Святого Фоми. Мы будем вместе три дня в семинарии учений о оправдании 500 лет спустя. У нас есть два гостя. Во-первых, отец Хосе Вегас. Он преподаватель католический высший духовный семинарий в Санкт-Петербурге. Он сам из Испании. И тоже наш гост Антон Владимирович Тихомиров. Ректор в теологическом семинарии Лутеранской Церкви в Питере тоже. Так что вот со стороны Института Святого Фоми это всегда большая радость, но как-то встречаться с вами, сотрудничать с вами, есть уже, можно сказать, общение. И поэтому вот просим Бога, чтобы эта встреча будет действительно плодотворной. Я не знаю, если со стороны наших братьев Лутеран хотят что-то сказать. Пастор Виктор Вебер, пастор общины, кафедрального собора, спец Петра Павла, что на Китай-городе. Мы всегда рады сотрудничать с Институтом Святого Фомы. Более того, наши прихожане и некоторые служители, они проходят курсы, обучение, проходили. Некоторые закончили уже в Институте. Это не первый опыт совместных мероприятий, в том числе и конференций. Тем более тема очень интересная. Такая одна из темы сердцевин евангелического тиранского вероучения. Более того, на данный момент скажу всем, что в рамках библейского часа, который проходит в нашей общине, мы как раз разбираем эту тему. Поэтому так совпало, радостно совпало, что и сегодня, эти три дня, сегодня, завтра, послезавтра, учение об оправдании будет здесь разрушиваться, доклады, дискуссия. Я считаю, что это очень хорошо для повышения нашего понимания и взаимопонимания. Спасибо. Тогда структура будет такая. Сегодня мы начнем смотреть католические позиции о оправдании. Отец Хосе Вегас будет говорить где-то час, может быть чуть-чуть меньше, может быть чуть-чуть больше. И потом будет время для комментариев и вопросов. Хорошо, спасибо большое. Оправдание грешника верой и делами, католическая перспектива. Во-первых, хочу, конечно, благодарить организаторов конференции за приглашение, участвовать в ней. Я должен признаться, что сильно противился это принять, не хотел, потому что я не специалист по этому поводу. И все-таки, может быть, что некое есть проведение в этом, потому что именно я некомпетентный в этих богословских и гуманических вопросах должен представить проведение в том, что я должен представить католическую позицию, потому что я философ по профессии, и поэтому, может быть, что по профессиональной деформации подчеркну естественную и рациональную часть данных вопросов. Это как бы типично, но для католиков. Хорошо? Окей. Как предварительное приближение определяю, предлагаю определять оправдание как спасение от греха и смерти, которое является последствием первого, и приобретение того наполненного существования, к которому стремится наше сердце. Это говорит блаженный Августим. То есть приобрести то совершенное общение с Богом и всеми блаженными, и даже со всеми творениями, говорит тоже Павел, «Ибо Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божих». Я лично считаю, что спасение человека означает спасение мира человека тоже. Что это означает, это Бог знает, но я бы так и думал. Значит, у нас сегодняшний вопрос не в чём состоит спасение или оправдание человека перед Богом, а как его достичь. Здесь есть наши маленькие разногласия. И принимая, что мы, христианские верующие, согласны в том, что спасение возможно только как благодатный дар Божий, проблема и возможность несогласия в том, какую роль может и должен играть человек в этом деле. То есть, какую роль играет вера, какие или какую играют дела, и какие отношения есть между верой и делами и так далее. Упрощая сильную проблему, обычно считается, что верующие литеране отвергают полностью роль дел в приобретении оправдания, хотя, как мы увидим, потом это не так, утверждая, что только вера важна по этому поводу. Так как католики, принимая, что оправдание, дар благодати тоже приобретается в вере во Христе, говорят, что и дела играют активную роль в достижении и умножении спасения. Упрощение, наверное, намеренно сделано, наверное, потому что отражает также те предрассудки обоих сторон, как результат отчасти незнания чужих позиций по всех их нюансах. Более позитивная атмосфера, уже существующая относительно многих лет назад, благодаря экономическому движению, позволяет приближение. Во-первых, сердечно, значит, мы братья во Христе, но это очень важно, но и также богословски, через диалог о тех вопросах, разъединяющих нас, и стараясь слушать, принимать и понимать по ту сторону предрассудков то, что думают на самом деле другие, и прежде всего в поисках, в самместном поисках истинной Иисуса Христа в слушании Слова Божьей. И, конечно, вот этот декрет, не декрет, простите, этот документ, документ в оправдании между католиками и лутеранами уже говорит об этом, это уже плод всего этого. В этом духе я постараюсь приближения и так далее, я постараюсь не говорить своим докладом, в этом докладе о лутеранской позиции, ну, полемической, хотя в течение позиции кое-что буду говорить, потому что само, как бы, дело или вопрос, как бы, требует этого чуть-чуть, но я постараюсь, что мое изложение, значит, утверждаю, что мое изложение не руководствуется полемической волей, но старается представить лишь, как мы, католики, понимаем этот вопрос. Надеюсь, что я буду делать это, скажем так, ортолоксальным образом, я знаю, потому что опять я повторю, что я некомпетентный. Кстати, я вначале, первый пункт, представляю декрет Резидентского собора об оправдании, но не хочу долго говорить об этом, потому что то, что здесь сказано, будет сказано в течение изложения. Только сказать, что этот декрет, о котором было сказано, что это очень хороший текст, значит, есть один автор, который говорит, сейчас ищу, не могу найти, а, да, здесь, это было в начале, но, значит, этот декрет результатом, результатом первого этапа собора имеет особую важность по праву высевать в восхищение, говорит Лордс, историк церкви, и, как говорит Адольф фон Харнак, который цитирует сам Лордс, если бы такой декрет появился на 50 лет раньше и вошел бы в плот и кровь церкви, не понадобилось бы никакой реформации. Вот это очень интересный текст, но, который подчеркивает, во-первых, что грех – это очень серьезное дело, потому что отделяет нас от Бога до такой степени, что человек не может, конечно, выйти из этого состояния, хотя это означает, что его жба была абсолютно аннулирована, но очень глубоко изранена. Во-первых, во-вторых, что человек может, за то, что человек может отказаться, потому что Бог дает нам благодатное предложение спасения, но не все его получают. Почему? Потому что человек может отказаться от такого предложения. И, следовательно, такое заключение, может и содействовать, кооперировать в его принятии. И разные вещи, но тоже насчет этого, относительно дел, декрет говорит, что благодать теряется, можно, раз мы приобрели, мы можем отпасть от нее, от оправдания от него. Благодать теряется не только как результат неверности, то есть потеря веры, но и также другими грехами, мыслью, словом, делом, и не с планением долга, как мы говорим во время Месси. Даже если сохраняется вера, то есть дела тоже играют какую-то роль. Хорошо. В итоге, воправдание веры и благодатью продолжается и умножается добрыми делами, но это не отрицает, что спасение вечной жизни полностью зависит от благодати. Ведь святость, которую можно приписать, приписать человеку, является даром Божиим, ради сослуг Христа. И поэтому, хотя дела, даже те, которые были сделаны кожевым образом, я хочу это подчеркивать, потому что в конце доклада хочу говорить об этом, как стакан воды, отдан ученикам Христа, не останутся без награды, но не поэтому должны верующие доверять себе и своим добрым делам. А все, что является сослугой, тоже есть дар Божий, и только ему мы должны доверять. Говорит, заканчивается вот этот икл. Окей. Я хочу сейчас говорить об оправдании чуть-чуть из философской точки зрения. То есть, это второй пункт, оправдание религиозного и общечеловеческого дела. Когда мы смотрим как зрители 21 века, а не как верующие, религиозные полемики 16 века нас удивляет сильный религиозный дух, их захновляющий. Те люди были явно глубоко верующие, для которых вера и Бога во Христа, вера в Бога и во Христе не высевала никакого сомнения. Правда, также, что уже тогда сложили некоторые основы прогрессивного отделения европейской культуры от ее христианских корней, потому что это длинная история, конечно, но пока сильные духи этого времени были глубоко пропитаны христианской верой. Для них проблема спасения человека верой или верой делами и так далее стоит как нечто само по себе разумевшись, хотя они не согласились в том, как это именно происходит, в полемиках между католиками и лутерами. В наше время такая проблема далеко не очевидна. Многие наши современники считают, что нет никакой проблемы о спасении от греха и смерти, потому что они понимают, что человеческое существование полностью сводится к этому миру и к этой истории. Если можно говорить о спасении, это лишь по отношению шоу, затраивающих наше мирское существование. Поэтому единственные значительные ответы в этом плане это те, которые занимаются тем, как более эффективно и справедливо организовать социальную жизнь, а если речь идет о более личных интересах, то важно, ну, спасение можно так понять, как достичь удовлетворенного уровня качества жизни и все. Что мы должны мирить, пожалуйста, то, что нужно примирить. Какие есть условия для того, чтобы можно было хотя бы поставить вопрос о спасении в религиозном смысле. Если наш западный мир потерял в большой части чужого о спасении, о котором смотрят как о чисто частном вопросе на мои странные люди, но, пожалуйста, вам нравится Харицерковь, это ваше дело, это не имеет социального значения, это не имеет никакого социального и политического значения. То есть это потому, я так считаю, этот же мир тоже в большой части потерял смысл личностного измерения человека. личностное бытие означает присутствие духа, то есть разума и свободы. Если человек не сводится к тому, чтобы быть лишь более эволюционным животным, как считает большая часть нашей сегодняшней культуры, то можно понять постановку вопросов о жизни, после смерти, существования Бога и спасения. Вопрос о спасении не ограничивается лишь к проблеме выживания после смерти, но отрывает тоже вопрос об освобождении от зла и греха, которые представляются как причины смерти в радикальном смысле. Итак, полемика о вере и делах предполагает прежде всего личностное существование, присутствие у человека духа, его способности познать и решить то есть что у него есть разум и свободная воля. Без этого не может быть греха, как морального сла, добровольного отделения собственной истины и от Бога. Как мы видим, религиозная проблема оправдания тесно связана с моральным опытом. И мы хотим показать в следующем что оправдание есть не только вопрос строго религиозный, но и необходимое измерение человеческого поведения вообще. Это третий пункт оправдания как собственностная структура человеческого поведения. Я здесь начинаю философ с вашим разрешением. Человек должен оправдываться перед Богом или лучше сказать должен быть оправданным Богом. Хорошо? чтобы приобрести спасение. Но он должен также оправдываться перед самим собою и перед другими в его обыденном поведении, чтобы приобрести справедливость. И это оправдание до того, как имеет нравственное значение, как справедливость, несправедливость, добро ушло, является существенной структурой, зависимой от особенного морального состояния человека. Мы говорим, что человек это личностное существо. И что это означает, что у него есть дух. В свою очередь это означает, что он свободен по-настоящему. Такая свобода до того, как быть психологической свободой, свободная воля, способность выбрать, является онтологическим состоянием человека в мире. Человек это бытье, у которого есть специфическая неопределенность. И вследствие этого метафическая открытость. Причем таким образом, что не переставая быть тем, чем он есть, он может быть одновременно неким образом всеми вещами благодаря своему сознанию. Это открытость человека. Человеческое сознание бесконечно открытость всякой реальности и даже нереальному по-чрезвому познанию и воле. Например, на уровне теоретическом человек может знать не только ощущения как животное, но он будет знать очень странные вещи, например, отрицательные числа, это очень странная вещь, другие личности, Бога и так далее. И тоже в практическом плане, и об этом я хочу сейчас более подробно говорить. Духовный характер человека не означает конечно, что он чистый дух, отделен от физической природы. Наоборот, человеческое существо вполне принадлежит к этой природе и разделяет с ней все ее существенные характеристики. И так можно сказать, в биологическом плане человек животное, позвоночное, теплокровное, живородящее, млекопитающее, живущее в окружении, отчасти в раздепном, отчасти благожелательном. В этом окружении человек должен решить свою первичную задачу общую для всех животных, то есть обеспечить собственное выживание. Выживание это жизненный процесс, принципиально общий для человека и животных и состоящий из трех моментов. Момент возбуждения животное воспринимает некие внешние или внутренние стимули, высевающие процесс. Момент изменения тонуса возбуждения влияет на состояние животного, изменяя его жизненный тонус и нарушая органическое равновесие, что влечет с собой наступление третьего момента, момент ответа, то есть реакция, адекватная реакция на воздействие. Человек и животные разделяют эту ситуацию, но есть очень большая разница, они различаются очень сильно формой восприятия стимулов окружающей среды и соответственно влиянием стимулов на органическое равновесие и поэтому тоже способ ответа. Животные открыты окружающей среде, состоящие из совокупности стимулов и они со своей стороны дают совокупность возможных ответов на них определяемых собственными инстинктами. Они воспринимают поэтому стимули как знаки определенного ответа. В силу своего биологического инстинктивного потенциала животные располагают набором возможных ответов на определенные стимули, которые вступают в действие автоматически и однозначно согласно поведенческой схеме стимул-реакция. Так, животное приспосабливается к определенной среде. Или иначе говоря, они отрегулированы или я нашел вот такое слово, которое подходит к тому, что я хочу сказать. Они юстированы. Юстирование. Юстирование. Юстирование это слово отрегулированное, которое на русский язык пришло из немецкого юстирен. Юстирен значит настроить. Но юстирен это изюстуш. Это связано со словом оправдание. Можно сказать, что животные юстированы в том смысле, что они приспосаблены к окружению. Хорошо? и своими инстинктами. Отношение человека к окружающей среде принципиально иное, чем отношение животного в среде своего обитания. Человек не юстирован, не отрегулирован, не приспосаблен, не приписан буквально к своим условиям. Прежде всего в отношении стимулов. Он не способен автоматически давать инстинктивные ответы на свои впечатления, потому что они не предстают перед ним лишь в форме стимула, то есть как знаки ответа. Поэтому человек соблюдает дистанцию по отношению к вещам, которые появляются не в качестве предписанных ему возможных инстинктивных ответов, но как открытие реальности. Для человека стимули и не стимули они вещи в себе, нечто в себе. И он не знает, что делать. У него нет очень мало готовых ответов на эту ситуацию. Это не юстированное состояние, включая в себя недостаточную обеспеченность инстинктами, а значит и неопределенность человека. Вещи, осущаемые на расстоянии вне зависимости от субъекта, предстают уже не как знаки определенного света, то есть не как стимули, а как нечто в себе, как реальность и источник разных возможностей. Я не знаю что с ними делать, могу делать разные вещи. Что нужно делать? Нужно думать, что это такое, для того, чтобы решить, какая возможность будет реальной. То есть человек должен сам делать свое отрегулирование, свое юстирование, можно сказать. Он должен оправдывать свои акты и решения. Он должен оправдываться юстификари, делать это противосто. И потому, прежде чем совершить действие, он вынужден, как я сказал, думать, для того, чтобы потом принимать решение, выбрать. Именно такая широкая, неограниченная открытость человека означает, что он личность, дух, благодаря своему воле. А самая главная черта духа независимость от окружающей среды, господство над своими инстинктами. Поэтому человек онтологически свободен и формально нравственен. Бедность его инстинктов, то есть его естественной природы, принуждает его самому отвечать за себя и тем самым постепенно обустраивать свою жизнь. Именно это называется второй природой, характером или иначе этуж. Четвертый пункт недостаточности опасного оправдания. Эти идеи развивались прежде всего у греков и самый значительный автор в этом плане самый гениальный это Аристотель. То есть человек должен приобрести вторую природу это этос и только таким образом поступая таким образом он может достичь свою полноту свою эудаймонию то есть счастье. Нельзя не признавать огромную теоретическую и практическую сослугу этих усилий. Но с другой стороны тоже нельзя не осознать их недостатков. Греческий интеллектуализм склоняется к тому чтобы понять зло как ошибку в истинной технике счастливой жизни и кажется что не видит до конца моральные ограничения которыми страдает разным образом моральный субъект. Даже если он достигает совершенного контроля самого себя и своих склонностей не поэтому достигает и морального совершенства ведь легко падает в гордыню в аристократическое прижирение других людей что можно встречать часто в классической культуре. Счастье как достижение морального совершенства оставим по стороне гедонизм кажется недостижимым идеалом но кроме того морального совершенства кроме того автаркия вот это идеал вот это греческой этики автаркия не решает проблемы вызывания после смерти которую в классической культуре никогда не нашла удовлетворенного ответа. Некоторые считают что конец классической античной культуры произошел именно в 417 году когда святой Августин успешно опроверг тезиси пелагианцев связаны именно с классическим идеалом эндрасенной автаркии заявив Августин о необходимости благодати для достижения полноты блаженства. Конечно здесь мы видим ограничения вот это перспектива самосевершенствования как мы самоспасения но но это не означает что между новой перспективой которая влечет с собой христианство и классической перспективой есть абсолютно как бы разрыв почему потому что на самом деле то что христиане делают Августин например конечно библейское откровение это подчеркивает моменты которые греки забывали что наша жизнь это благодать это да и что поэтому сохранять вот эту жизнь вообще неспомним это тоже дар но это означает тоже что время нашего существования это время ответственности поэтому можно совместить эти моменты здесь конечно вот эта позиция Августина это новый знак христианства в общем-то оно отражается именно в учении о грехе есть такое сознание что грех это очень радикальное вида сла что грех универсальный везде все даже сами праведники падают всем раз где и так далее и это радикально отражается именно в учении переворотного греха это очень важно это не какое-то как иногда думается отражение пессимизма или мрачная теория наоборот это подчеркивает оптимизм христианства почему потому что подчеркивает свободу человека подчеркивает то что жило это не нечто сотворенное вместе с миром это не от бога и поэтому это только злоупотребление человеческой свободы Он подчеркивает свободу человека и освобождает, говоря именно о ответственности человека, освобождает от старых идей судьбы Мойра, Фатума и так далее, которые как бы обременяют очень сильно в классической культуре. Второе. Учение о первородном грехе – это одно из самых важных и одновременно самых сложных вталькованиях нашего христианского мировоззрения. Я не буду говорить об этом, потому что это не моя компетенция, но хочу подчеркивать только некоторые элементы, достаточно. Во-первых, учение первородного греха отражает универсальность морального слова. Во-вторых, подчеркивает также, что это не необходимо, это не судьба неизвестна, это слово подчеркивает свободу. Хорошо? И, наконец, подчеркивает, если мы читаем вот этот замечательный текст в третьей главе книг «Бытие», что когда человек слоупотрясает свободу, он сразу скрывается от Бога, он отделяется от Бога и старается скрываться от Него. Ситуация, которая происходит из греха, именно что человек отдельно от Бога не может спустись. Человек никогда не искупит брата своего и не дает Богу выкупа с него дорогая цена искупления души их, и не будет того вовек. Это очень интересно, потому что Адам-Ева, неважно, как мы понимаем этот текст, мы читаем Слово Божие, но они хотели быть богами. Но Бог – это тот, у которого есть абсолютная свобода без ответственности, потому что Он не отвечает за то, что Он делает. Но у Бога «не ответственность» не опасно, потому что Он сам добро и источник всякого добра. Но когда Адам-Ева хотели быть богами, определить свободно, что такое добро и что такое зло, ну, согласно моим интересам или выгодам, то тогда открылись у них глаза и открыли, что они не только не боги, но они только животные, голые. Хорошо? Но очень важно, мне кажется, что когда они стыдились за то, что они голые, нагие, и поэтому старались как бы одеваться как-то, но это означает, что они не теряли полностью сознание о своем достоинстве, как образе Бога. «Ститливость из наготы», говорит Соловьев, это не некая физиологическая функция, это только свидетельство о том, но чуть-чуть неявное свидетельство, но свидетельство о том, что человек не сборется к тому, чтобы быть животным, что у него есть дух. Вот это свидетельство об этом. Хорошо? Хорошо? И это означает, что человек, даже отделён от Бога грехами своими, провальзает, как бы, как это сказать, скучать, можно сказать, по спасению, ну, как блудный сын, который думал, ну, как хорошо в доме отца моего. И это отражается по-разному, не всегда ясно, но по-разному в разных религиях. Я лихно считаю, что христианство – это не одна из религий, сама истина. Христианство – это ответ Бога от поиска человека. Человек ищет Бога через религии, а христианство – человек ищет Бога. А в христианстве Бог ищет человека и находит его в Иисусе Христе. То есть Бог отвечает, идёт навстречу и даёт даром благодатно тот, что человек на самом деле ищет, но по-разному, но соблуждаясь очень часто. Но что Бог даёт нам даром спасение, предлагает спасение, не отрицает, что человек должен принимать её, его. Потому что Бог есть слово, и поэтому откровение – это диалог, это присылка к диалогу. Поэтому Бог предлагает, не навязывает, но предлагает, уважает на службу Богу, и предлагает, но мы должны принимать. Как принимать? Принимать означает принимать Иисуса из Назарета как Христа, как Сына Божьего. Это вопрос веры. Только веры. Вот это мой вопрос сейчас. Или нужно что-то делать. Вот это, вот то, что вызывает у нас сомнения или проблемы, или иногда несогласие между нами. Я хотел сейчас говорить, сказать следующее, что если есть христианская вера, то если есть вера во Христа, то есть вера вообще. Хорошо? Я бы хотел сейчас подчеркивать, что такое вера вообще. Хорошо? Но религиозно и нерелигиозно. И какую роль играет вот эта вера в человеческой жизни. Это пятый пункт. Вера и её как бы роль в межличных отношениях. Мы знаем, что мы живём в России, мы, наверное, слышали несколько раз. Я несколько раз, потому что философу участвую, философу участвую иногда в конференциях, когда вот наши дорогие научные атеисты говорят, что вот вы, ведущие, живёте своими эмоциями, а мы, атеисты, живём своим разумом. То есть банальная ошибка последователей научных атеистов и вообще атеизма 20-го, 19-го, 20-го века, это понять веру, но как вид знания, но просто псевдо-знания. Хорошо? Раз мы развивали науку, уже как бы вот эти сказки эмоциональные и так далее уже не нужны, потому что мы заменили уже истинно, истинным знанием, это детским как бы видом знаний. Это очень ошибочно. Почему? Потому что на самом деле они, я хочу здесь с вашим позволением делать маленькую схему, но. Значит, они понимают отношение веры, но в роде отношение я-оно, но вы знаете, что Бубер, но вот Мартин Бубер, говорили, что нужно отличать, но отношение я-оно и отношение я-ты. Хорошо? Вот. Отношение я-оно, это отношение монологическое, но кто-то держит и бедные предметы они терпят нас. Ну, я считаю, что научный эксперимент это салмучение, где мы составляем природу отвечать на нашей природе, хочешь не хочешь. Но отношение я-ты, это отношение диалогическое, не монологическое. Хорошо? Есть диалог, потому что другая часть отвечает. Хорошо? Я считаю, что нужно отличать еще в области, и это здесь, где нужно понять роль веры, как я сейчас стараюсь объяснить. Здесь нужно отвечать три вида. Отношение я-оно, это отношение функциональное. Когда я пойду, пошел купить, там продавица, она играет роль. Я не знаю, как ее зовут, какие у нее есть проблемы, стрелания, неважно, я должен ее уважать, потому что человек. Но она играет роль, но у меня есть функциональное отношение с ней. Минимальное уровень, хорошее отношение и уважение, понятно, но это всегда требуется. Потом есть отношение я-ты, вот как мы говорим, но эти отношения нельзя, не есть личностные отношения, но когда другой, это не какой-то человек, а один правед, но это ты у тебя, я имею, есть лицо, я знаю тебя. Хорошо? У нас есть личные отношения. Есть одно отношение очень важное, которое можно назвать, один испанский философ Хавель Цубери называет отношение я-мой, это основное отношение, потому что первый ты, который появляется в моей жизни, это моя мама, мой папа. Хорошо? Хорошо? Это другой, как мой. Это очень важное отношение. Хорошо? Окей. Сейчас давайте посмотрим, как происходят такие отношения я-ты. Мы говорили, и повторяем еще, что это личные отношения, это отношения между личностями. Что значит это? Что у нас есть дух. Что значит дух? Внутренний мир. У нас есть внутренний мир. Хорошо? Хорошо? У меня есть мир, который никому не доступен, кроме меня. И меня тоже иногда с трудностями. Хорошо? Окей. Мы поэтому именно как личности, но вот говорит Киркегорис, что в отличие от животных, где особые функции рода у человека, получается наоборот. Вот особь, то есть индивид выше рода. Хорошо? Потому что мы личности опять. Поэтому мы отличаем друг от друга. Мы исходим в наших отношениях из отличия. И поэтому отношения наши тоже нравственная задача. Хорошо? Нужно делать эти отношения. Хорошо? Нужно тоже отрегулировать свободно эти отношения. Хорошо? И эти отличия очень разные. Но мужчина и женщина, русский испанец, старый, молодой, левый, правый. И в конце концов, главное отношение. Я – я. И ты – ты. Хорошо? Межличные отношения исходят из этого отличия. Для того, чтобы установить одновременно, конечно, мы нуждаемся друг в другу. Поэтому мы должны как бы так или иначе войти в отношениях. Как это делается? Во-первых, нужно открыться. Я должен открывать свой внутренний мир. Ты не заступил никому. Поэтому первый шаг в отношениях – это откровение, открытость. Хорошо? Это делается посредством признаки, знаки моего внутреннего мира. Это может быть на примере слова. Хорошо? Прежде всего, наверное. Я говорю, что я думаю. Но ты не видишь мои мысли? Ты слушаешь мои слова. Хорошо? Может быть, какие-то жесты. Хорошо? Например, можно поцеловать, можно маматься, можно делать подарок. Конечно, сексуальность тоже очень важный способ выражения внутреннего мира. Хорошо? И так далее. Поэтому мы, значит, через эти посредничества, эти мосты, можно сказать, внутреннего мира, открываем друг друга. Конечно, открыться – это рискованно. Всегда нужно принимать риск. Отношения всегда включают за собой какой-то риск. Но получается, конечно, что эти выражения, эти, если хотите сказать так, таинства или посредничества, они душ-мысленны. Потому что, да, отражают вот этот внутренний мир, но могут не давать его полностью. Я могу, например, обманывать. Хорошо? Юда, поцелуй, даешь сына человеческого. Вот, можно тоже. Жесты могут быть лицемерные, но? Секс, как часто, это просто чистая манипуляция и так далее. Хорошо? Поэтому они душ-мысленны по определению. Единый способ для того, чтобы преодолеть, не упростнять риск, риск всегда остается, но преодолеть, вот, эту душ-мысленность, душ-мысленность – это как раз вера. Но вера здесь означает доверие. Вера не означает, я верю, что ты существуешь, пожалуйста. Вера означает, я тебе доверяю, я даю тебе кредит, я принимаю то, что ты мне говоришь. Хорошо? Это означает доверие. Доверие означает принимать то, что ты не видишь прямо, но есть признак внутреннего мира. Хорошо? И должны быть какие-то гарантии. Хорошо? Только когда есть вера, как доверие, возможно, положительные отношения, которые называются любовь. Хорошо? Любовь может быть дружба, уважение, супружка, любовь и так далее. Но это положительные отношения, которые преодолевают отличие или различие, не упростняя его. Это очень интересно. Это как говорит Эммануэль Левинас, это любовь – это не безразличие перед лицом другого. Два, как мы знаем, два отрицания утверждают не безразличие, это преодоление, моральное преодоление вот этого отличия. Таким образом, что в любви мы остаемся собою. Любовь не плавит нас, не делает нам одним и так далее. Мы сохраняем свою личностную самостоятельность, но устанавливаем тесные отношения между нами. Здесь можно было говорить раньше, но хочу поговорить, чтобы вы не… В тексте есть больше такой нюансы, но… Конечно, любовь – это нечто, можно сказать, присуждие в нашем мире, нечто абсолютное. Потому что есть вещи, которые относительные, но вот относительность зависит от пространства и времени. То, что зависит от пространства и времени. Но есть измерения, которые не зависят от пространства и времени. Для того, чтобы организовать эту конференцию, нужно договориться, когда и где. Конференция безусловно невозможна, это было бы неспасибо. Или, например, развлечение безусловно, это тоже не может быть. Нужно договориться, когда, где и сколько времени. Но любовь не зависит от пространства и времени. Невозможно говорить, я люблю тебя в Москве, но не в Петербурге. Буду любить тебя три месяца, потом посмотрим. Ну, ты пошел ты, пожалуйста, что такое? Это не любовь, но любовь должна быть безусловна. Но она происходит в узловии пространства и времени, и поэтому она испытывает очень много трудностей. Есть рутина, есть разочарование, есть усталость. Есть, не знаю, очень много искушений и так далее. Поэтому нужно обновлять постоянно ее. Это возможно, когда у нас есть надежда, надежда будущей полноты. Хорошо? Только в перспективе надежды можно преодолеть вот эти разные искушения. И тогда вера, когда вера становится верностью. Можно спросить еще, корень. Хорошо. А откуда все, брат, это доверие? Потому что вы говорите, это узловие. А если у меня нет доверия, откуда мы получаем сапас доверия? Прежде всего мы получаем его отсюда. Значит, маленький ребенок испытывает проведение от родителей своих. Он без сослуг, ничего не делает, все получает бесплатно. Ну, он голодный, кормят его. Ему холодно, вот одевают. Он грязный, умывает. То есть, моют. Он испытывает эмоционально, нерасумно, но эмоционально, что он очень важный. Что он центр мира. И это дает ему доверие. Когда есть такой опыт, человек может именно рисковать и преодолеть разочарования, которые могут быть и есть всегда в течение жизни. Окей, ставим здесь, вот все эти вещи и идем дальше, потому что у нас осталось мало времени. Вот, 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 вот. Конечно, можно понять, но что... Хотя мы, я не хочу, имейте в виду, не хочу свести веру именно к этому отношению. Ну, Ратцингер, которого я очень люблю и очень уважаю, он говорит, что невозможно свести, редуцировать веру только к узловию вот этих отношений. Но, на самом деле, я считаю, что вера в этом плане играет очень важную роль, ну, в этих отношениях. Ну, это не только богословская добродетельность, но тоже и антропологическая, ну, потому что мой образ Божий как раз, ну. И наши отношения с Богом не происходят через схему «я-оно». Бог – это какой-то шагадочный объект, о котором ничего не знаем. Взлетовательно, наверное, не существует. Нет, Бог не объект, он субъект, хорошо? Он ты. И он устанавливает с нами отношения, открывая себя откровением. Он делает первый шаг. Хорошо? Как? Признаками, с которыми он говорит со мною. Ну, творение и так далее. Слово свое. Хорошо? Вот. Это Иисус Христос. А для того, чтобы принимать это откровение, что нужно делать? Доверять Ему. Хорошо? Это дело доверить. Верить. Хорошо? Ну вот. И, конечно, когда мы доверяем Ему, что мы открываем? Что Бог как раз безужловная любовь. Он источник, ну, всякого блага и всякой любви. Если у нас был плохой опыт в детстве, и поэтому у нас есть недостаток доверия, через Иисуса Христа мы можем открывать, что Бог у нас любящий отец. Перезужженная любовь. Как это можно делать? Смотря на Христа. Потому что кто видел меня, видел Отца и так далее. Хорошо. Сейчас давайте. Вера и дела. Во-первых, исходя из того, что я говорил, но надеюсь, что это было довольно ясно, хочу сказать вот следующее, первый итог. Во-первых, вера – это не альтернатива разума. Невозможно так понять. Вера – это акт, который исходит, во-первых, я бы сказал, что разум – это состояние человека. Разум – это не некий компьютерчик, который у нас, если не понятно, не понятно, который можно включить и выключить добровольно. Это наше состояние в мире. Что мы должны думать, что это такое, для того, чтобы понять, что мы должны делать. Хорошо? Потому что человек бывает в состоянии или в области, в пространстве разума, как тела в пространстве. И даже когда есть люди, которые защищают иррационализм, они делают это разумно. Дают доводы. Хорошо? Значит, дают аргументы. Это иначе невозможно. Поэтому мы живем в области разума, это наше состояние в мире. И поэтому я говорю, что вера – не альтернатива разума. Разум – это акт, который исходит из духовного центра человека. И не сводится ни к какой способности, ни к разуму, ни к воле. Но затрагивает все они. И так, например, разум связывается с, простите, вера, так понято, связывается с разумом. Во-первых, потому что вера – это не иррациональный подход, но опирается на сильные доводы, можно сказать. Потому что уже как доверие в наших отношениях дает мне открыться, но потому что признаки, которые я получаю от другого, они как бы высевают у меня доверие. Даже в этих отношениях мы не должны принимать, значит, выражение другого слепо. Мы можем иногда проверять. Например, чтобы, значит, жениться или быть самуж, ты не можешь это делать с кем попало. Вот, без опыта нужна, но вот сначала проверять, что это возможно. Это рискованно, но должны быть какие-то доводы, можно сказать, какие-то хорошие мотивации. Поэтому это не слепое принятие. Хорошо. Иисус Христос, когда Он предлагает Себя имена как Христос, значит, Он дает нам признаки, которые высевают наши доверия, хотя мы можем отказаться от Него, делали некоторые. Поэтому хочу сказать, что вера как доверие – это не слепое отношение или подход. Во-вторых, потому что даже в области религиозного опыта и тоже в отношениях между нами, вера, как доверие – это вид знания тоже. Значит, мы познакомимся, знаем себя, когда мы доверяем друг другу. Если ты знаешь физический человек, что он есть, но он не открывается, он совсем сокрыт, я говорю, я его не знаю, как мы его не знаем? Если ты видел его только что, да, но он сокрыт, понимаешь? Нет доверия, поэтому… И на самом деле для меня очень значительно этот текст, когда Иоанн Андреев спросивает, учит, где живешь? И Иисус говорит, пойдите и увидите. То есть вера – не слепой опыт, который опирается на пустоту, не чисто неопределенная эмоция, как некоторые говорят. Это означает именно отношения, мест личные отношения, поэтому это означает вид знания в этой области. Хорошо? Вера затрагивает волю, но не сводится к ней. Не потому что, значит, есть, конечно, воля верить, это тоже есть, но не только поэтому, но тоже потому что есть, исходя из веры, есть, значит, вера мотивирует, скажем так, мотивирует нас к тому, чтобы совершить дела любви. Хорошо? И, конечно, тоже затрагивает наши эмоции, наши чувства. Не потому что вера – это эмоциональный подход и рациональный, как говорят наши дорогие научные атеисты, но потому что можно выразить эмоциональную веру. Например, религиозное искусство. Наш континент, Европа, находится наполненный вот этими эмоциональными, как бы, выражениями, искусствами, которые мы уже не понимаем. Потому что люди ничего не понимают об этом. Но сейчас давайте одно слово об отношениях между верой и делами. Ну, как влияет вера именно на нашу волю и на наши действия. Мы уже говорили, во-первых, что вера вместе с надеждой – это условие любви. Истинная вера – это не просто ментальный подход принимать какие-то отвлечённые истины, которые не затрагивают нашу жизнь. Истинная вера направляется по необходимости к любви. И в этом смысле мы можем согласиться, что человек не может достичь спасения своими делами. Никто не может платить, купить, вот как мы говорили раньше. Потому что, если бы мы хотели купить спасение своими делами, дела были бы просто технические средства, скажем так, которые остались бы вне нас и не отражение нашего сердца. Это правда. Невозможно купить спасение делами своими. Но можно сказать, и мы в этом должны согласиться, потому что в этом документе тоже так говорят, но мы можем говорить, что человек не исполняет, не делает добрые дела для того, чтобы спасти, но он делает добрые дела любви, потому что он уже спасён. Это значит отражение нового сердца. Хорошо? Об этом говорит, например, Мари Те, очень ясно, но согласно католическому учению, хорошие дела не причина оправдания, но результат и отражение его. Поэтому дела не причина спасения, но выражение его. Хорошо? И вот этот номер 22, и другие номера совместного документа говорят об этом очень ясно, буду настаивать об этом. С другой стороны, я говорил, что не буду говорить о Лутере, но давайте одно маленькое намёк. Найти такое согласие было не так трудно, потому что, как известно, и вы знаете лучше меня, конечно, Лутер не отрицает никогда важность моральной жизни в христианстве. В его катехизмах Лутер даёт очень большую важность, огромную важность этическому усмирению. На самом деле, он говорит очень долго, например, о заповедях, и он старался как раз, как говорят, это было сказано именно в этой конференции в Риме, значит, о Лутере, что он хотел совместить, связывать радикальное богословие, благодать именно с дисциплиной христианской жизни. Один автор, очень критический, очень критический с Лутером, как Жак Смаритен, говорит, признаёт, что нельзя толковать, интерпретировать, интерпретировать известное выражение Пека Фортитер как присыв к греху. Он говорит, хотя он очень критически относится к нему, он говорит, что Лутер думал, что хорошие дела, хотя неполезные для спасения должны следовать, как бы сопутствовать, необходимо, как эпифеномен спасительной веры и так далее. Здесь есть, скорее всего, какое-то несогласие между нами, потому что, хотя дела, они так поняты, следствие оправдания, которое мы получили благодатью и верой, можно всё-таки говорить, я хочу об этом говорить, об этом говорит тоже вот этот декрет Тривенского собора, можно говорить о истинном возрождении человека как результат оправдания, которое уничтожает грех, хотя остаётся у человека склонность к греху, это возделение, хорошо? Здесь у нас, наверное, сказать, его не согласен, но дела любви как следствие веры исходят последовательно из этой возрождённой природы благодатью, хотя у нас есть, конечно, очень много слабостей. И в этом плане нужно говорить, и об этом говорит тоже декрет Тривенского собора, что оправдание это не состояние, это не статичное состояние, это процесс, это путь, это путь исследования со Христом. И если есть прогресс, означает, что есть изначальное несовершенство, и можно вот идти дальше вот в пути совершенствования. Поэтому это возрождение, плод, конечно, оправдания, это тоже как бы процесс. Человек отвечает благодати оправдания верой, выражает вот это в дела любви, и эти дела кормят тоже веру. Здесь есть какой-то круг, можно сказать. Это не просто разные измерения, не связанные между собой, но это целая жизнь. поэтому сотрудничество, ответ, который сотрудничает с отраведением человека, со всем своим существом, очень важен, этот ответ и сотрудничество очень важен в этом процессе. Конечно, могут быть тоже упадки, регрессии, но есть люди, которые уходят, предательство, Юда, но это может быть, но может быть по неверности отказ от веры, но тоже потому что твои дела очень сильно противоречат то, что ты говоришь, что веришь. окей, я сейчас еще 10 минут, осталось очень мало, жалко было бы. Есть два вопроса еще. Один вопрос, я говорил вначале, что я не хочу говорить о лутиранской позиции, но здесь намекаю, потому что вопрос такой, мы изранены или коррумпированы грехом? Какое у нас состояние? Если мы понимаем дела таким образом, не номиналистическим образом, атомическим образом, не связаны между собой, но гармонично в соответствии с природой, которая возрожденная оправданием и где есть на самом деле прогресс, тогда я лично считаю, что не могу согласиться с идеей о том, что грех коррумпирует или развращает полностью человеческую природу. И даже что невозможно как бы решить вот это состояние оправданием и прощением. То есть я здесь спорю с посетией симуль юштус от пеката. Одновременно праведник оправдан праведность и греховность. я считаю, что это не может быть во-первых, потому что не может быть из тех человеческих грех был бы сильнее доброты и любви Бога. Бог сотворил этот мир хорошо и хорошо весьма, без тени славы, благодати полон. Это во-первых. Поэтому не может быть из-за грех испортить эту доброту полностью. Я считаю, что это неприемлемо. Во-вторых, потому что когда мы говорим вера и дела, но вы меня простите, вера тоже дело. Есть дело веры. Когда человек верит, он делает что-то. И это дело вера исходит из духовного центра человека. Это акт принятия не чисто интеллектуального, не чисто волевого. Но сотрагивает, мы говорили, все главные измерения человеческой жизни. И в-третьих, в-третьих момент, потому что зло не существует само по себе. Значит, это слово это отсутствие добра, это недостатка бытия. И поэтому зло может быть только на фоне добра. Не существует радикальное зло. Значит, в смысле не существует абсолютное зло. Только существует абсолютное добро. Абсолютное зло это было бы абсолютное небытие. уничтожение и поэтому абсолютная коррупция вы будете исправлять меня, я очень благодарен, наверное, я говорю здесь, не зная, о чем говорю, но я подделаю свои рассмысления. Абсолютная коррупция или развращение человека грехом означало бы абсолютное уничтожение человека. Поэтому в этом плане я считаю, что невозможно принимать вот такую позицию, симмуль юстус от пеката. На самом деле, если в человеческой природе, я уже намекал на это, когда говорил о первородном грехе и о том, что означает встретливость по отношению к наготье, это сознание, что у тебя есть остальность. Хорошо, если помните вот эту картина, эту картину Рембрандта в Петербурге, но вот это возвращение блюдного сына, но он очень грязный, бедный, но у него есть прекрасный кингал. Это признак, что достоинство не полностью потеря. Поэтому, если была бы абсолютная коррупция или развращение, муравное развращение грехом, так что человеку ничего не может быть доброго, то тогда человек не мог бы делать, ответить, верить. он не мог бы например раскаиваться. На самом деле я, как философ говорю, что человек не исчерпывается своими делами, он всегда больше своих дел. И поэтому человек всегда может на самом деле принимать дистанцию к тому, что он сделал плохое, но и просить прощения. Значит, помню то, что мне говорили один раз, но не мне, это была группа духовных упражнений, один десуит в Испании, это были игнацианские упражнения, и я из них только помню вот эту фразу, эту фразу, только это. В глубине своей каждый человек добр. Я считаю, что это так. С другой стороны, если этот тезис был бы истинным, мы должны были спрашивать, что означает, что хотел на самом деле сказать Иисус, когда говорит, прощаются твои грехи, и иногда добавляет, иди, и больше не греши, что это означает. И мы должны были спросить значение исцеления Иисуса. Исцеление Иисуса, это не медицинские акты, но спасительные акты. Иисус Христос исцелял на самом деле или только видимо? Когда Иисус Христос выгоняет бесов, Он выгонял их на самом деле или только видимо? Я считаю, что это очень глубокие вопросы. Поэтому здесь есть другой вопрос, который хочу намекать очень коротко, о котором мы уже как-то говорили, это абсолютное отделение и полный отказ от расума со стороны Лютера мне кажется, что тоже очень проблематично. Почему? Потому что он признает, что Бог дал нам расум, чтобы управлять здесь, то есть иметь власть, человек уставлять законы и правил для всего, что относится к этой жизни как-то. Еди, питья, одежды, также всего, что касается внешней пристойности и честной жизни. Это цитата от самого Лютера. Но если мы утверждаем расум в обыденной жизни и оберегаем его полностью в религиозных делах, там вера это проститутка просто, и там человек только может выступать против Бога и так далее. Но тогда для меня вопрос в каком смысле реально и эффективно является воплощение Иисуса Христа. Значит, Иисус Христа живет в этом мире, где люди кушают, пьют, одеваются, то есть где они используют свой расум, это истинное воплощение. И в каком смысле можно сказать, что в этом мире, где мы кушаем, пьем, одеваемся и так далее, приблизилось Царство Небесное, знаки которого именно через веру и любви и любовь мы разделяем еду, даем пить жастущим и одеваем голый. Я считаю, что это означает, это очень типично для того времени. Я преподаватель философии нового времени, я в этом как бы кое-что знаю. Это время, когда и сонуминализм и разные причины разделяются, происходит разрыв между верой и расумом. Понятие расума тогда было очень ограничено и понятно, что можно было отвергать ее. Но если понимаем радикальным образом, что такое расум, то тогда думаю, что фидеизм и рационализм это схитофрения, схитофрения, которые влечут со собой очень сложное разновесие, которое очень легко сломается в Польшу одной из крайностей. или ирракциональный спиритуализм, или мирский рационализм. Понятно, что наш мир выбирает, делается вывод в Польшу рационализм. Поэтому наша вера находится в таком состоянии. И последний момент. Еще пять минут. Мы говорили, да, хорошо, спасение только верой, которая отражается в делах. А что случается с теми, которые не верят? Есть спасение вне церкви? Я сейчас переформулирую старый принцип экстра экклесия нюлла салуш. Хорошо? Значит, экстра вера нюлла салуш. Мы, католики, лютераны, православные тоже, пратриотические все христиане, считаем, что спасение, которое Бог нам предлагает, значит, и считает, что он заслуживает прощения, но все равно он грешит, то есть он постоянно в этом грехе. Получит в этом случае или не получит? Но вы рассказываете нашу историю, потому что мы все грешим каждый день, поэтому понимаете, есть грехи, которые зависят от нашего характера, это не остатки характера, мы постоянно падаем в этих грехах и так далее, поэтому я считаю, что как я говорил о правдании, это тоже процесс, но мы живем в этом процессе, и мы должны, даже если повторяем какие-то грехи и так далее, по разным причинам, мы должны всегда возвращаться к Господу и стараться, и мы считаем, что благодать все-таки в конце концов действует, потому что я считаю, что когда человек направлен к Богу, хорошо, даже если у него есть слабость и так далее, эти грехи не отделяют его от Бога, если у него есть искренняя воля, он на самом деле хочет, но что у нас есть эти недостатки, это понятно, я часто рассказываю, как маленький случай, смешной, то, что говорила моя мама один раз, несколько лет назад, она еще живет, она говорит мне, ты знаешь, с того момента, как ты умир, твой отец, не знаю, о чем исповедоваться, а у меня ты уже он источит моих грехов, я говорю часто, что наши враги, и что что говорит, любите врагов своих, то наши враги, обычно, наши враги, наши друзья, люди, с которыми мы живем, с которыми у них есть, ну, Талибан, в Афганистане, может быть, наши враги, но очень далекие, понимаешь, они не уезжают меня обычно, а те, с которыми я живу, да, там, и поэтому вот это простить и любить нужно всех, но особенно те враги, тех врагов, которые наши друзья, наши братья, с которыми мы обычно живем, поэтому там мы сталкиваемся постоянно с нашими слабостями, с нашими ограничениями и так далее, но все-таки я думаю, что мы должны стараться постоянно, но вот обновлять нашу жизнь и нашу веру. Что хотелось сказать по тому году, уже последний момент, это реальнить, сейчас не помню, что хотелось сказать. Ну, ладно, все, осталось. Замечательные слова сказали, которые уже проповедь почти готовы, в том плане, что ваши враги это домашние, да, но так часто так бывает, любите врагов ваших, это не так уж и невозможно. Хорошо. Это иностранные враги, потом применяемся. Ну да, это немножко пошутил. Хорошо, благодарим снова профессора Хосе, и тогда савтра обязательно пол седьмого если я слабенько. ХО. ХО. Вам